Друзья, пока все следили за дефолтом США, на рынках образовался новый пузырь. Илон Маск предупреждает о кризисе недвижимости, а хайп на китайских монетах, связанный с открытием торгов в Гонконге, закончился ничем, и мы видим падение криптовалюты. Что же происходит на самом деле? Давайте разбираться. С начала года основной фондовый индекс США прибавил почти 12%, что выглядит как очень даже неплохой бычий рынок. Последний импульс роста был сделан на прошлой неделе. Рынки были в восторге сразу от двух новостей. Во-первых, Байден подписал закон об отмене потолка госдолга до 1 января 2025 года. Весь прошлый месяц эта ситуация угрожала рынкам обвалом, если бы дело дошло до дефолта. А во-вторых, представители ФРС включили так называемую «голубиную риторику» и всерьез задумались о том, чтобы на заседании 14 июня не поднимать ставку. До самого заседания осталось 9 дней, и 77% уверены, что регулятор сдержит свое слово, и ставку, как минимум, поставят на паузу. Там, конечно, была важная оговорка, что если 14 июня ставку не поднимут, это еще не значит, что регулятор не будет ужесточать монетарную политику в дальнейшем, в течение 2023 года. Но даже такая временная пауза – это уже очень приятный позитив для фондового рынка. У меня к вам вопрос. Уверен, вы тоже заметили это странное поведение рынков, когда S&P 500 на прошлой неделе полетел вверх, а биткоин и остальные криптовалюты не поддержали этот рост. Если так и есть, можете показать это лайком, а я прямо сейчас поделюсь с вами своей версией происходящего. Смотрите, вот статистика, которую мало кто афиширует, и вот почему. Если разобраться в причинах роста S&P 500 с начала года, то 95% прибыли приходится на топ-20 самых больших компаний. То есть у нас нет роста по рынку как такового. Это скорее напоминает локальную накачку – последний вздох пузыря перед сбросом. А причина может заключаться в хайпе вокруг искусственного интеллекта. Вот на этом графике наглядно видно, какие именно компании прибавили больше всего с начала года. В лидерах Amazon, Tesla, Meta, Microsoft и Apple. Все их можно отнести к разряду высокотехнологичных, и все они идут в сторону внедрения искусственного интеллекта в различные процессы. А больше всего выросли акции Nvidia на целых 170%. Компания вступила в клуб с капитализацией свыше 1 триллиона долларов. А если вы посмотрите график ее акций за все время, то там прибыль превышает 47 тысяч процентов. Это объясняется тем, что по мере внедрения искусственного интеллекта будет расти спрос на продукцию Nvidia. Текущий график по S&P 500 выглядит побычье, но давайте вспомним двойной пик биткоина в 2021 году. Я не исключаю, что текущий хайп может продолжиться, и цены пойдут еще выше. Но в целом рынок выглядит так, что достаточно одной серьезной проблемы, и он полетит камнем вниз. С дефолтом не получилось, кризис банков пока на паузе, а вот рынок недвижимости умирает прямо здесь и сейчас. Илон Маск, который недавно вернул себе звание топ-1 богача мира, предупреждает, что коммерческая недвижимость быстро рушится, а следующей будет жилая недвижимость. Чтобы вы проникли с серьезностью этого предупреждения, кризис 2008 года начался именно с обвала ипотеки в США. Так что следим за тем, что может стать новым триггером для разворота рынков. Напомню, что главная и самая оперативная информация будет в нашем канале в Телеграм. Можете подписаться прямо сейчас по ссылке под видео, а затем возвращайтесь к просмотру и обсудим рынок криптовалют. Почему биткоин не вырос вместе с акциями? Тут есть две причины. Во-первых, за исключением пампа отдельных альткоинов, хайп ИИ прошел мимо рынка криптовалют. Этот график от Google Trends хорошо показывает, к чему сейчас больше интерес у инвесторов. Аналогичную картину с падением до минимальных значений 2020 года мы видим и по запросу на слово «крипто». Не только Google Trends, но данные объемов торгов на криптобиржах указывают, что криптовалюты сейчас точно не в центре внимания. За прошлый месяц торговые объемы составили всего 439 миллиардов долларов, причем половина из них пришлась на Binance. И да, это самое низкое значение с октября 2020 года. Поясню, что сильное падение активности на рынке всегда считалось признаком медвежьего рынка. Во-вторых, давление на крипторынок может оказывать разочарование от истории с перезапуском торговли криптой в Китае. Я уже спрашивал у вас за лайк, поэтому теперь давайте подписывайтесь на канал те, кто в последние две недели читал посты в соцсетях или смотрел видео на ютубе с заголовками по примеру «Китай запускает бычий рынок биткоина». Действительно, с 1 июня в Гонконге, который формально часть Китая, розничные инвесторы получают доступ к торговле криптовалютами. Биржи на перегонке регистрируются в этой юрисдикции, и там даже запустили собственный стейблкоин с привязкой к доллару, который лично пропиарил глава Binance Чан Пэн Джао. Также пиар данному событию устроил глава главного конкурента Binance на сегодня криптобиржи Coinbase. В общем, все ждали набега китайцам на рынок, но не учли одну простую вещь. Несмотря на запрет на торговлю криптовалютой в Китае, на самом деле он никогда не был каким-то настолько суровым, чтобы его невозможно было обойти. И при этом никто не сажал китайцев в тюрьму, если у них находили биткоины. Наоборот, есть решение суда, где криптовалюты признавались собственностью, то есть ими можно владеть полностью законно. Таким образом, рынок стал заложником завышенных ожиданий от того, как весь материковый Китай отправится в Гонконг скупать биткоин. А на самом деле, кто хотел, тот уже давно все купил. Но не стоит заранее переживать за биткоин или тем более открывать шорт, пока не узнаете следующую информацию. Это не финансовый совет, но пока биткоин удерживает поддержку по 200-недельной скользящей средней, я точно не буду играть против него. Ретест этого уровня идет уже пятую неделю, и если он устоит, можно будет говорить о получении хорошего сигнала, что медвежий рынок наконец-то все. Кстати, минимальные объемы торгов и поисковый интерес тоже могут указывать, что именно сейчас мы наконец-то проходим дно. А эти выводы я делаю по той причине, что всего за одну неделю майнеры нарастили свою позицию в биткоине на 20 тысяч монет, или на 540 миллионов долларов. То есть они резко перестали продавать криптовалюту. А еще самые большие киты, у которых на кошельках 10 тысяч биткоинов и больше, прямо сейчас накапливают первую криптовалюту, пока все остальные участники рынка ее продают. Играть против таких ребят как минимум рискованно. Еще больше информации по рынкам в нашем Телеграм, а он сразу по ссылке под видео. Спасибо за просмотр! Ваш Коинпост. Субтитры подогнал «Симон»!